Обратить внимание на значение книги для каждого из нас, узнать о истории книгопечатания и привлечь внимание к сохранению книжной культуры, с этой целью в Дни православной книги в школе номер 61 состоялась встреча педагогов и учащихся с духовенством. В мероприятии принял участие руководитель отдела религиозного образования и катехизации Катериндарской епархии, протерей Александр Игнатов. В книге написано, в начале было Слово, и Слово было Богом, и Слово было Богом. Слово имеет творческую силу. Отец Александр напутствовал ребят слушаться своих родителей и наставников учителей. Чти отца твоего и мать твоего, да благо тебе будет и долголетие будет на земле. Будете слушать родителей, они всему доброму вас научат. А когда они отправили вас в школу, у вас есть добрые наставники учителя, вы должны их слушать, потому что они здесь заменяют вам родителей, заботятся о вас, хотят научить вас к уму разуму. Будете их слушать, будете умненькие и благоразумненькие. В холле работала выставка старинных богослужебных книг. Ребята и младших, и старших классов с большим интересом знакомились с представленными изданиями. Конечно, православная книга – это не только священное писание, святоотеческие труды и богословская литература. Это и художественная литература, которая может поделиться великим сокровищем, которым обладает православие. Может помочь лучше понять традиции своей веры. Поэтому со старшеклассниками в актовом зале состоялась встреча, посвященная Федору Михайловичу Достоевскому и его произведениям, которые будят человеческую душу, толкают ее к духовному поиску, ставят перед ней острые нравственные вопросы. В самом начале встречи поговорили о самом главном – о бессмертной душе человека и необходимости веры во Христа. Отец Александр представил участникам мероприятия точную факсимильную копию книги «Евангелие», с которой писатель не расставался от каторги до последних дней своей жизни, и в которой оставил на полях более тысячи пометок. Я покажу вам эту книгу. Она датируется 1823 годом. Представляете, человек, который отправился на каторгу в кандавах, нищий, голодный, как правило, нет даже чем утолить жажду, вдруг читает, что оказывается, эта книга и есть та, утоляющая жажду и пища, и питье. Книги вдохновляют его. И он вспоминает все то, что читал отец в юности. Он вспоминает удивительные притчи Иисуса Христа и укрепляется ими. Слово Божие реально помогало Достоевскому преодолевать трудности, которые он переживал на каторге. И, конечно же, те удивительные слова, которые ложились в основу его произведений, он черпал именно из этой святой книги. Книги. Но кто сейчас из молодежи читает что-то, кроме постов в соцсетях? Да и то, если они короткие, а лучше с картинками и написаны самым примитивным языком. Читают. Потому что пытливое подрастающее поколение ставит перед собой не только жизненные, но и духовные вопросы. Без Евангелия. Будете читать Евангелие, Церковь, Соборь. Сейчас будем в основании, альбовая книга. И именно православная художественная литература может ответить на них и помочь обрести очень важные смыслы. Вон есть любовь!